Добрый день. Мы задали этот вопрос, довольно провокационный, на который на самом деле очень сложно ответить. Хорошо известно, что на протяжении миллионов лет вирусы подвергались эволюции. А также, как и все любые живущие в настоящее время организмы. Причем эволюция происходила за счет внедрения новых либо модификации старых последовательностей. И также хорошо известно, что тысячи современных вирусов они произошли от древних своих потомков, предшественников. Таким образом, у большинства видов вирусов, по-видимому, существует свой предшественник. Если это так, то вот мы задали себе вопрос, можно ли в наше время обнаружить древние варианты вирусов. Ну, на примере, скажем, вируса Эпштейн-Бар. Несколько слов о вирусе Эпштейн-Бар. Это первый онкогенный вирус человека, который был открыт в 1964 году. И открытие этого вируса связано с именем Дениса Беркита, который описал необычную лимфому, когда он в экспедиции по экваториальной Африке делал, так сказать, своё наблюдение. Он заинтересовался обнаруженным, так сказать, опухолью, которая поражала главным образом верхней и нижней челюсти у детей. И опухолью ткань привёз в Лондон в лабораторию Энтони Эпштейна, которая вместе со своей помощницей Иоанной Гуар культивировала клетки этой опухоли и обнаружила в культуральной жидкости вирусные частицы, которые в дальнейшем с помощью электронно-микроскопических исследований, молекулярных исследований, иммунологических, было показано, что это новый представитель герпес-вирусов человека. В дальнейшем оказалось, что этим вирусом инфицировано практически всё население планеты. Инфицирование происходит в раннем детском возрасте, происходит безболезненно, и здоровый человек с этим вирусом живёт всю жизнь без каких-либо проблем, без каких-либо проявлений, каких-то недомоганий и так далее. А происходит это потому, что у здорового человека имеет место баланс между иммунной системой и вирусной инфекцией. Дело в том, что возникает динамическое равновесие между состоянием иммунной системы и репликацией вируса. Если ослабевает иммунная система, то вирус начинает активно размножаться, восстанавливается иммунитет, репликация ослабевает. Но в том случае, если вот этот баланс между иммунной системой и вирусной инфекцией нарушается, внедряется в процесс дополнительные факторы, то это может привести к злокачественным новообразованиям. Дело в том, что вирус является триггером, является пусковым крючком. Он лишь начинает процесс, инфицируя клетку, он ее трансформирует, и нормальная иммунная система эту клетку удаляет. Если же внедряются в процесс дополнительные факторы, которые усиливают, трансформируют дополнительно эту клетку, то все это, в конце концов, приводит к злокачественным новообразованиям. Действительно, с этим вирусом связан целый спектр доброкачественных и злокачественных новообразований. Это доброкачественные реактивные пролиферации, среди них таким ярким примером может быть инфекционный моноклеоз, волосатая лекитакия, полость рта на фоне иммуносупрессии. Это определенный вариант ходжкинских лимфом, это целый набор неходжкинских лимфом и образования, которые связаны с иммунодефицитом. И здесь ярким примером может служить лимфома Бёркета, и африканская, и американская. Ну и, наконец, это группа раков. И это раки носоглотки и отдельные варианты рака желудка. Последние исследования показали, что среди опухолей, ассоциированных с вирусом Эпштейн-Бар, добавляются, так сказать, опухоли эпителиального происхождения, описывают отдельный случай рака молочной железы, ассоциированной с этим вирусом, отдельный случай рака лёгкого, прямой кишки, и также добавляются случаи неэпителиального происхождения. Это целый набор токлеточных лимфом. Нам нужно сказать, что способность вируса Эпштейн-Бар, его трансформирующий онкогенный потенциал, связан с функционированием так называемой генофлатентной инфекции, кодирующей соответствующие белки. И среди таких белков латентной инфекции прежде всего следует назвать комплекс латентных ядерных белков, это Эбна-белки, их 6, и комплекс латентных мембранных белков, их 3, это ЛМП-1, ЛМП-2А, ЛМП-2Б. Каждый из этих латентных белков вносит свой «достойный» вклад в процесс канцерогенеза. Однако центральная роль всё-таки принадлежит онкогену ЛМП-1, поскольку именно этот онкоген и кодируемые белки трансформируют и извращают целый набор сигнальных путей, превращая клетку в злокачественную. Однако оказалось, что ЛМП-1 обладает выраженным полиморфизмом. И на протяжении многих лет в разных странах были описаны образцы ЛМП-1, которые были получены из разных географических регионов, из отдельных этнических групп. И для того, чтобы упорядочить накапливающее число образцов ЛМП-1, были предложены несколько классификаций. И одна из таких классификаций – это классификация, предложенная Эдвардс коллегами в 1999 году, которая учитывала наличие аминокислотных замен, делеций, вставок и так далее. И эти предложенные ими варианты, они были географически привязаны. И таким образом появились варианты ЛМП-1 средиземноморского происхождения. Это МЭД-плюс, МЭД-минус, китайского происхождения, Чайна-1, Чайна-2, Чайна-3, американского происхождения, это Северная Каролина и Аляскинский вариант. И если, так сказать, вернуться к цели нашего исследования, то мы предположили, что, по-видимому, древний вариант вируса Кштейнобар следует искать среди изолятов вируса, который циркулирует среди представителей древних этносов. Мы также предположили, что, возможно, у каждого этноса имеется свой древний вариант вируса. Мы также предположили, что поиск древних вариантов вируса Кштейнобар, если такие сохранились до наших дней, следует вести, анализируя, изучая, онкоген ЛМП-1 как наиболее вариабельный ген вируса. И мы также думаем, предполагаем, что древний вариант ЛМП-1 должен отличаться каким-то образом, там, мутациями какими-то, может быть, функционально как-то, от существующих в настоящее время. Ну и конкретно к задаче исследования мы попытались найти древний вариант вируса Кштейнобар опять же с помощью онкогена ЛМП-1 в штаммах вируса, который циркулирует у одного из древних народов России, татар-поволжья, потомков монголо-татарских племен. Действительно, Казанское ханство выделилось из состава Золотой Орды в 1438 году, а представители Золотой Орды имели еще более древнее происхождение. Объектом исследования служили смывы полости рта, богатые вирусными частицами от студентов Казанского государственного медицинского университета. Но важно отметить то обстоятельство, что это были студенты, татары не менее чем в трех поколениях. В качестве контроля, сравнения, мы изучали смывы полости рта от славян, этнических славян, тоже не менее чем трех поколений, жителей Москвы. Была проведена экстракция ДНК вируса в Штендбар, амплификация гена ЛМП1, затем было проведено сиквенирование пиццар-продуктов ЛМП1, и белковые продукты этого гена оценивались по классификации Эдвардс, о которой я упоминал ранее. Их 60 смывы в полости рта этнических татар, мы амплифицировали 41 образец ЛМП1, и 21 из них мы классифицировали как Б95-8А, МЕД-1, Чайна-1. 20 образцов были вне классификации, и в то же время среди них в семи случаях мы обнаружили варианты с уникальными мутациями, которые составили монолитную группу. Да, еще важно отметить, что из 50 образцов смывов полости рта мы амплифицировали 40 образцов ЛМП1, и они были классифицированы как Б95-8А, МЕД-1, Чайна-1 и дополнительно НС, Северная Каролина. Что интересно отметить, что среди этнических славян доминировали варианты Б95-8А. Этот вариант обладает крайне низкой трансформирующей активностью, в то время как среди этнических татар такой вариант был обнаружен только в 29% случаев. А остальные, так сказать, случаи были отнесены к вариантам, обладающим достаточно высокой пролиферативной активностью. Алло. Когда мы проанализировали эти семь необычных образцов, мы действительно обнаружили у них мутации, которые, так сказать, были в неизвестных классификациях. Это были делеции 5 аминокислот в домене 312-316, и вторая делеция, тоже 5 аминокислот в домене 382-386. Когда мы провели филогенетический анализ татарских образцов, то мы видим, что вот эта группа, состоящая из семи образцов, она находилась, как бы локализовалась отдельно в филогенетическом древе. Эта группа также выделялась, когда мы оценивали их в плане повторов. 11 повторов аминокислот. Они состояли из точно 7 повторов 11 аминокислот, в то время как остальные варианты также татарского происхождения содержали разное число этих повторов. Кроме того, эта группа за исключением одного образца не содержала вставку 5 аминокислот, в то время как остальные образцы этнических татарств довольно часто содержали эти вставки. И еще важно сказать, что по составу вот этих вставок 11 аминокислот эта группа очень напоминала вариант Као, ЛМП-1 Као, который обладал высокой трансформирующей активностью. Таким образом, обнаружив необычный вариант ЛМП-1 в штамме вируса Эпштейна-Бар, который циркулировал среди этнических татар, мы задали себе вопрос, не влияет ли штамм вируса Эпштейна-Бар вот с этим необычным вариантом ЛМП-1 на заболеваемость и смертность злокачественными новообразованиями, в состав которых входят случаи, ассоциированные с вирусом Эпштейна-Бар. Здесь представлены стандартизованные показатели заболеваемости и смертности. заболеваемости это график А, смертности Б, голубенькие столбики это заболеваемость среди населения Москвы, красные столбики это заболеваемость среди населения Татарстана, мы видим, что заболеваемость раком желудка среди населения Татарстана выше, чем среди населения Москвы и различия статистически достоверны. В то же время смертность от заболеваний, которые мы сравнивали, это опухоль и полость рта, глотки, желудка, злокачественные лимфомы, смертность была несколько выше среди населения Татарстана, чем среди населения Москвы. Однако различия были статистически недостоверны. В принципе, мы считаем, что этот вариант с необычным геном LMP1 вряд ли влияет на заболеваемость и смертность, поскольку мы знаем, что число случаев ассоциированных заболеваний, злокачественных заболеваний, ассоциированных с вирусом Эйштейна-Бар, достаточно невысок, поэтому вряд ли мог оказать влияние. Ну и рассказать о выводах. Но действительно, вот у этнических татар мы обнаружили семь изолятов вирусов Эйштейн-Бар, которые содержат не, так сказать, вариант LMP1, который отличается не только от вариантов среди других татар, но и среди этнических славян. И этот образец онкогена отсутствует в известных классификаций, он также отсутствует в компьютерных базах данных. И учитывая исторические корни этнических татар, ну, мы сделали смелое предположение, что, может быть, вот этот штамп вируса Эйштейн-Бар, который содержит уникальный вариант онкогена LMP1, имеет древние происхождения. Но мы также не исключаем, что этот вариант представляет собой полиморфный вариант онкогена в штамме вируса, который ассоциирован с конкретной территорией, с Татарстаном, и не является древним. Но и для выяснения предложенной гипотезы, естественно, нужно увеличить число наблюдений и, может быть, изучить также функциональные особенности этого гена. Поэтому, если вы напрямую зададите мне вопрос, является ли древним штамп вируса Эйштейн-Бар, несущий вот этот онкоген татарского происхождения, необычный, обнаруженный этнических казанских татар, то на этот вопрос я хотел бы ответить фразой, которую часто пользовалась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Однако участники работы – это группа сотрудников лаборатории вирусного концерогенеза, это сотрудники лаборатории биохимии опухоли и профессор из республиканского клинического онкологического диспансера Петров. Спасибо за внимание. Большое спасибо за интересный доклад. Какие-то вопросы к докладчику? Тогда у меня есть пара вопросов. Каково возможное функциональное значение замен аминокислотных? Каково функциональное возможное значение аминокислотных замен, которые вы нашли в этой группе ТАТК? Это нам предстоит выяснить. Это чрезвычайно важно. Это будет специальное исследование, которое должно нам показать, действительно функционально отличаются ли вот эти выделенные варианты вируса, эти штаммы от тех, которые мы обнаружили у других этнических татар. И еще один вопрос. Это какие, с вашей точки зрения, еще этнические группы представляют интерес для поиска древних вариантов вируса Экштейн и Барр, кроме татар? Ну, какие-то, исходя из предложенной нами гипотезы, это какие-то древние группы. В России их достаточно много. Адыгейцы, например. А интересно ли было бы, с вашей точки зрения, опираться на частоту заболеваний заболеваний среди неких этнических популяций, которые могут вызываться вирусом Экштейна-Барр, например? С заболеваниями ассоциированы с вирусом Экштейна-Барр? Ну, мы будем это учитывать. Я думаю, что это достаточно важно будет. И, может быть, это будет определяющим фактором в выборе этнической группы. А изолированность этнических групп от других этнических групп имеет значение для такого рода исследований? Но дело ведь в том, что мы в своих исследованиях пытаемся, так сказать, вовлекать в исследования этнических, то есть, лиц, которые, так сказать, являются этническими, скажем, в данном случае татарами в третьем, четвертом, пятом поколении. Вот это очень важно. То есть это мы будем иметь в виду. Ну, то есть изолированность, она не влияет никак. Ну, да. Потому что татары же нельзя назвать их изолированной этнической группой. Они могут быть в каком-то энном количестве поколения этническими татарами, но при этом жить как бы в окружении других этнических групп. Насколько интересно было бы изучать этнические группы там народов Крайнего Севера, например, изолированных, ведущих изолированный образ жизни, не контактирующих с другими этническими группами? Вполне. Это будет даже интересно сравнить, так сказать, Крайнего Севера и Южных, представителей Южных людей. Спасибо. А, еще вопрос. А есть ли какие-то исследования либо сравнения вот этих данных с результатами палеогенетики, с возможностью исследования каких-то, так сказать, ископаемых образцов на наличие следов данного вируса или данных мутаций в вирусе? Я не раз... Есть ли что-то палеогенетические из ископаемых образцов? А, ну это мне неизвестно. Мне известно, что, так сказать, опухоли находят действительно у представителей древнего мира, у мамонтов, у каких-то древних рыб, но ассоциировали эти опухоли с вирусом Апштейн-Барк. Мне такие факты неизвестны. У меня чисто такой прикладной вопрос. Какие клинические формы вообще связаны с вирусом Апштейн-Барк, вот регистрируются в средней полосе Российской Федерации? Какие клинические формы, ассоциированные с вирусом Апштейн-Барк, регистрируются в Российской Федерации? Ну, до Урала, допустим. Ну, достаточно много. Прежде всего, это рак носоглотки, и довольно часто встречается. Это определенные варианты лимфомы Ходжкина, и довольно часто встречается. Это редкие, но все же диагностированные случаи лимфомы Беркета. И определенные варианты рака желудка. В наших исследованиях, в исследованиях нашей лаборатории мы нашли, что примерно 9% опухолей желудка ассоциированы с вирусом Апштейн-Барк. А Вы не пробовали у этих пациентов выделять вирус и, соответственно, секвенировать, искать вот эти вот мутации? Вот пациентов с клиническими формами, с разными клиническими формами, не пробовали выделять вирус и проводить секвенирование, искать мутации, которые Вы нашли у татар по Волжьям? Я думаю, что я не совсем знаю. Есть клиника, есть вирус, соответственно. Соответственно, вирус выделить проще у людей, у которых есть клиника. Фиксионный моноклеоз, допустим, да? Вирус можно легко очень выделить. Карцинома, там, форигиальная, допустим, то же самое. Можно выделить вирус. Вы не пробовали такие образцы брать и с ними работать? Не пробовали, да? Продолжение следует...